Убийство под Киевом жертва, председатель правления Киевоблэнерго Иван Полывяна. Неизвестные в масках напали на него в собственном дворе. Дом не был оборудован ни видеокамерами, ни сигнализацией. Супругу Полывянова избили, сейчас она находится в больнице. Все детали этого преступления выяснял Александр Васильченко. Окраина поселка Белогородка под Киевом. Место тихое и нелюдное. Неизвестный проникает в дом и нападает на председателя правления Киевоблэнерго Ивана Полывянова. Скорее всего, злоумышленники пролезли через забор вот здесь. Возможно, это остались следы от их обуви. Когда они проникли во двор, Иван Полывянов вышел покурить. Преступники набросились на него и начали избивать. Позже злоумышленники затянули жертву в дом. Там находилась супруга Полывянова. Ее тоже избивают и связывают. После этого семью пытают, чтобы выведать, где сейф с деньгами. Не получив информации, преступники отводят мужчину в другую комнату и убивают. Когда злоумышленники уходят, женщина вызывает полицию. Но поймать по горячим следам убийц не удается. Информации о преступниках практически нет. По словам полицейских, они опрашивают местных, ищут подозрительных людей. Уже допросили жильцов 20 близлежащих домов. Пролить свет на преступление, возможно, могли бы соседи Полывянова. Но никто из них на контакт, по крайней мере, с журналистами, не идет. По сведениям полицейских, супругу Полывянова на машине скорой отправили в районную Боярскую больницу. Ее состояние неизвестно. Медучреждения вообще говорят, что о таком пациенте не слышали. Я сегодня заступил працювать. У меня вчера не было. У нас такая не заступала. Это вы уже сегодня, наверное, третьи человеки. Позже свою версию событий обнародовала нацполиция Киевской области. Нам было заявлено, что все направления скоройного правопорушения вказано, что это не было намысленное убийство, а было пограбление и залякувание граждан в целью завладения их майном. В доме потерпели большие зарплаты, золотые выработки. И возникла незначительная сумма граждан. Эксперты-криминалисты же утверждают, что на самом деле версии убийства Полывянова могут быть разные. Если за что-то мстили человеку, его сначала побили, потом добили. Мотивы могут быть самые разные. Как особенная помста, так и особенное сбогачивание. Как замаскивание замовного убийства, так и другие. Ближе к вечеру в пресс-службе нацполиции Киевской области заявили, что нападавших было четверо, и они задушили жертву. Больше никаких подробностей правоохранители пока не сообщают. Александр Васильченко, Евгения Коваленко, Владимир Самченко, Геннадий Аникеенко. Подробности телеканал Интер. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова